Так, ну теперь от структур дальнего космоса перейдем поближе и взглянем на то, что находится у нас под ногами. Значит, вашему вниманию предлагается рассмотрение структуры слоистого шара, у которого наличствует центральная симметрия. Ну, в качестве примера этого можно взять, ну, допустим, вот нашу землю, которая, ну, представляет собой шар, разделенный слоями. Существует, в общем, представление ядро повышенной плотности и мантия пониженной плотности, которая окружает вот это ядро. Запишем, в общем-то, разделим ее на эти самые два слоя и обозначим, скажем, границу раздела N. Вот она вот, условно пока вот эта черта, граница N. Сюда, слева от нее находится ядро повышенной плотности, справа от нее находится оболочка пониженной плотности N. Ну, со своими коэффициентами. M большое — это коэффициент повышения плотности вещества ядра, а D — это меньше единицы, коэффициент понижения плотности оболочки. Итак, перед нами три неизвестных. Граница раздела N — это доля радиуса, текущего радиуса к общему радиусу R. И два числа. M большое, которое больше единицы, характеризующая плотность ядра, и D меньше единицы, которая характеризует плотность оболочки или мантии. Значит, получаем классическую систему из трех уравнений, для однозначного определения решения которой достаточно найти три уравнения. Ну, первое уравнение тривиально. Это значит, у нас получается, что сумма всего массы всего земного шара, а, как известно, масса всего земного шара составляет, там, по-моему, 6 на 10-23 килограмм, что астрономическими способами легко определяется диаметр шара и его масса. С большой точностью порядка 4-5 знаков. Из этого следует, что и плотность вот этого шара со средней плотностью равномерной, она тоже определяена с большой точностью и для Земли составляет, там, 5 целых и 517 десятитысячных. И это вот это вот записана масса вот этого однородного шара, и она распадается на массу ядра и оболочку. Ну, в общем-то, все тривиально, потому что общая целость состоит как бы из двух составных частей. Значит, сокращая вот эти вот все именованные числа, мы, в конце концов, получаем вот такое вот уравнение, где вот N – это доля радиуса, которая занимает ядро, M – это плотность ядра, и D – это плотность вот этой оболочки. Вот. Здесь также тривиально находим, что, скажем, плотность оболочки зависит от этих двух только параметров – плотности ядра и границы раздела. Дальше рассмотрим очень такую интересную зависимость. Значит, как бы там у нас не распределялось ускорение силы тяжести в пространстве этого неоднородного шара, на внешней границе мы должны получить величину G – 9,8 метров в секунду. Значит, вот записывая, скажем, вот для однородного шара зависимость ускорения свободного падения – вот это такая пунктирная черта. Ну, все известно, что для однородного шара ускорение свободного падения падает непрерывно, имеет наклонный ход до нуля. Ну, в нуле из-за общей такой симметрии в центре шара. Если общая симметрия ускорения свободного падения равно нулю. Ну, если система имеет слоистость, то что получается? Также, вот если мы возьмем, рассмотрим ядро, то по ядру будет идти такая же зависимость, линейно спадающая, но выходящая, скажем, на большую величину значения, чем на, собственно говоря, поверхности земного шара. А дальше как будто вот нет оболочки, и она свободно падает по закону единица на R-квадрат. В то же время, если мы рассмотрим оболочку, то ускорение силы тяжести в оболочке вот этой голубой линией изображается. Ну, а тут следует из рассмотрения условий ускорения свободного падения в оболочке. И суммарно они дают вот синюю линию. Вот эта величина должна быть равна нашим хорошо знакомым 9,8, ну и там дальше, цифрами метров в секунду. Вот эти записываются в соответствующие уравнения, и приведены графики, цвета графиков. В результате получаем общее ускорение свободного падения, и приравниваем его таким образом, чтобы на границе оно было равно вот этим 9,8 метрам в секунду, выраженное через постоянные. Гамма, Пи, радиус Земли 6371 километр, и среднюю плотность 5,5. Опять сокращая все эти именованные числа, получаем, что величина коэффициент массы, то есть коэффициент при плотности ядра будет иметь вот такую величину. У — это текущая величина между границей ядра и поверхностью. Вот на этом интервале это у нас У. Ясно, что на внешней границе этого шара У будет равно единице, а на внутренней границе шара она будет равна Н, которую мы ищем, получаем вот такую зависимость. М от единицы равна вот такой величине. То есть что следует из этой формули? Интересный факт. Скажем, что в общем и целом структуру ядра можно представить, как, допустим, шар из пенопласта. Пенопласт — пористый материал с плотностью, вот допустим, 2,3 РОС среднего, умноженная на вот какую-то область, пока не еще неизвестные границы Н, заполнена более тяжелым веществом. Двумерный аналог такой системы, скажем, система блинов, двух блинов, которые вот штангисты используют. Больший блин как бы сделан из легкого материала, а внутренний блин исполнен из более тяжелого материала. И блин из легкого материала имеет фиксированное размеры, равный общему радиусу шара. А блин из тяжелого материала, он варьирует свои размеры, чтобы общая плотность системы была равна измеренной, 5,5. Уже мы имеем два уравнения. Чтобы определить третье уравнение для точного решения, мы воспользуемся величиной разности гравитационных потенциалов. Значит, у нас что получается? Получается, ускорение свободного падения на границе шара, оно не зависит от структуры, которая располагается ниже него. Если мы переместимся в центр, гравитационному потенциалу все равно, что располагается над ним. Это он в середине равен ускорению свободного падения в середине равен 0, а гравитационный потенциал равен потенциалу однородного шара. Вот они, однородный шар разных гравитационных потенциалов между поверхностью и центром, вот текущая, обозначена такой зеленоватой линией. По ядру идет она вот в таком виде, обратите внимание, что ход кривой одинаковый, а вот это ход в оболочке. В общем мы составляем опять же уравнение, подставляя из двух предыдущих уравнений D и M в это уравнение, получаем одно вот уравнение, которое зависит только от N. Решение его дает вот три корня, ясно, что N равно 1 нам не подходит, N большее здесь получается 1 нам тоже не подходит, а подходит нам N, которая меньше единицы и имеет вот такое выражение. Вычисление этого выражения дает нам цифру 0,5631. Из этого следует, что граница между ядром и мантией находится на расстоянии 0,56351, умноженное на радиус Земли. Значит, сравнение с экспериментальными данными, полученными различными авторами, вот приведено на рисунке 2, где вот эти вот крестики, треугольнички и прочее это, вы видите, эти получены из анализа сейсмических данных Земли. А вот эти вот расчетные кривые получены из приведенных выше соображений. Видите, что они очень схожи по ходу кривой, но имеют и свои различия. Потому что, скажем, вот это экспериментальное значение, ну, приведенные Булина, Алина и других авторов, Пущеровский, ну, это известный человек, они показывают границу 0,545, а у меня 0,56. То есть расхождение небольшое. Самое большое расхождение, как вы видите, в величине ускорения свободного падения. Литературные данные приводят там 10,7 метров в секунду за секунду, а у меня почти 14 метров в секунду за секунду. Дальнейшие расчеты, ну, как это мы определили N, а если мы, вот, скажем, посмотрим, как распределяется плотность, ну, вот тут у меня было в одном редакторе сделано, приходится пользоваться другим. Вот, скажем, выглядит плотность. Вот расчетная плотность ядра 14. Ну, довольно-таки приличное совпадение с расчетными данными по другому модели. Вот эти вот, вот эта кривая, она, пока кто-то в своих расчетах использовал двухъядерное представление. Вот средняя плотность по всей Земле 5,5, а вот плотность мантии, по моим расчетам, 3,68 грамма на кубический сантиметр. Вот, теперь, ну, в общем, здесь получились такие вот величины. Плотность мантии 3,68, плотность ядра почти 14 грамм на кубический сантиметр. Ну, вызывает определенный интерес, мысленный эксперимент, который будет вряд ли осуществлен реально. Это, скажем, если мы пробьем туннель на вылет и бросим туда шар. С какой скоростью он достигнет центра системы и сколько времени займет его это путешествие. Ну, задача классическая, она решена для шара сплошной структуры, вот показана зеленым. И показывает, что центр сплошного шара, пробное тело пройдет на скорости равной первой космической скорости, 8 километров в секунду. Ну, вы знаете, она там чуть меньше. Вот, а если бросить это тело в реально существующую структуру, то она вот наберет скорость вот в мантии, достигнет почти, величины почти равной первой космической. И будет продолжать дальше, в общем случае набрав скорость 15 километров в секунду. Ну, время туннелирования, то есть сколько будет лететь шар, она тоже хорошо рассчитывается. Скажем, классическая задача, брошенная с поверхности тела долетит до антиподной точки за 42 минуты. А если ничто не препятствует, то она вернется через 84 минуты. Это как раз период обращения по круговой орбите на нулевой высоте, в отсутствие атмосферы. Ну, сложный расчет, сложный вид вот этой скорости в своих самсказах вызвал свои осложнения. Но, тем не менее, получилось, что в этой системе тело долетит до центра земли за 25 минут, в отличие от в сплошном шаре. То есть вот сосредоточение массы в компактном виде способствует получению большей скорости. Ну, сами видите, что при сплошном шаре будет только 8 километров в секунду, а при слоистом шаре будет почти в два раза больше 15 километров в секунду. Вот. Значит, еще такой момент, что любое тело обладает своим моментом инерции. И если для сплошного шара этот момент вычислен и коэффициент при неименованных числах равен 0,4, то вот этот он отражен здесь, сплошной шар, то для земного шара он реально измерен и составляет меньшую величину 0,33, будем говорить грубо. Также записывая уравнение для слоистого шара и, значит, здесь вводя такую вот вещь, что, скажем, у нас вот в этом, что у нас вот была определена вот по мантии вот такая однородная с величиной плотности 3,68. А здесь мы ее сделаем слоистой, то есть ведем, скажем, вот так линию, которая здесь пересекает некоторую границу, и потом вот здесь, то есть, ну, как-то приблизим к плотностям рассчитанной по другим моделям, но более примитивную и прямолинейную. То есть, чтобы у нас было, вот видите, голубой линией и синенькой линией, а прерывистой линией красноватого цвета отмечена та же самая плотность 3,68. То есть, подогнав, как бы разделив вещество мантии по плотности и сгруппировав его более компактно, загнав более глубокие слои, мы получим величину плотности мантии, поверхности меньше, менее средней. Что интересно в этом факте? Вы видите, что в этом месте на границе, вот я ее обозначил Q, у меня обозначено Q, плотности вместе стыкуются. Здесь происходит разрыв производной, но не происходит разрыва плотности, потому что сейсмическими, акустическими методами никакие границы на протяжении мантии не фиксируются. Оно и понятно, потому что нет вот таких скачков, которые существуют и реально фиксируются сейсмическими данными на границе мантии и ядро. То есть, ситуация напоминает борьбу с шумностью у подводных лодок, чей металлический корпус покрывают слоем резины шумопоглощающего вещества, сводя поверхностную плотность вот этого нашего подводного аппарата поближе к плотности воды. И в этом случае сейсмические волны, продольные волны не отражаются от этой границы, и поэтому принципиально не обнаруживаема ни подводная лодка, ни вот эта вот граница. Ну, опуская много сложных расчетов, они сложные не по сути своей, а по исполнению, то есть там интеграл имеет, это самое, большой, это самое. Получаем, вот скажем, итоговую графику момента инерции. Вот для сплошного шара, опять же, зеленая такая шалатная кривая, вот она выходит на уровень 0,4. Вот уровень 0,33, измеренный для реального шара. Вот этот момент инерции шара, который бы состоял целиком из материала оболочки, он идет ниже. А реальный идет здесь. То есть получаем очень сильную зависимость, пятая степень радиуса, момент пропорционален пятой степени радиуса текущего. И получаем, чтобы все это состыковать, и получаем вот такую кривую. То есть у нас вещество меньше плотности, чем вещество равномерное. Видите, синенькая кривая идет как бы ниже, вот по вертикали кривой, которая соответствует средней плотности. В этой точке они равны, и дальше вот он более идет круто, потому что плотность внутренней части мантии больше, и вот хорошо вот здесь стыкуется. То есть вот эта подобранная величина вот этой границы, но она хорошо рассчитывается по указанным выше формулам, выше и ниже. Вот и получается, что у нас уже подкорректированная плотность вблизи ядра 4 грамма на сантиметр кубический, а вблизи этого, вблизи коры, это мы в дальнейшем посчитаем. Теперь смотрим, как у нас распределяется давление. То есть у нас получается, что если мы возьмем, опять же, сплошной шар, давление легко считается, обычная вот эта формула РОЖИ-АЖ, очень применимая к этому случаю, и получается, что давление у нас в сплошном шаре растет вот с глубиной по вот этой кривой. Расчеты, так как разделив мантию послойно на две части, мы получаем, что давление в мантии растет вот по этой величине, а достигнув ядра, начинает расти вот по этой величине. В общем, экспериментальные данные расчета других авторов по другим моделям, вот они представлены, опять же, вот этих кривых, то есть набором точек соединенных прямых. Вы видите одну интересную зависимость, что расчеты других авторов этих кривых идут почти вдоль кривой, которая образована шаром одинаковой плотности с плотностью 5,5. Хотя все авторы говорят, что мантия имеет меньшую плотность, меньше средней плотности, и поэтому кривые должны вот на этом участке идти ниже. Вот у меня она идет, а вот у автора почему-то она подвержена вот таким вот влиянием. Ну, это вот формула для вычисления давления в слоистой мантии, и получается вот такая картина. Ну, это вот повторение графика давления с этим. Ну, вот я сейчас чуть больше дам вам увеличение. Сергей Николаевич. Вот дам больше увеличения. Видите, вот для слоистой мантии идет вот чуть пониже, повторяя две свои главные точки, что она равна в этой точке на границе ядра и мантии как бы сплошного, и нули, нуль на нижней границе. Вот при увеличенном значении вы видите, что при существующих условиях давление вот на границе раздела мантии очень незначительное. Ну, также можно пересчитать и ускорение свободного падения на этих границах изменения. Оно примерно в четвертом знаке только отличается от того, если бы мы принимали вот на этом участке равномерную пониженную плотность. Все, заканчиваем. Вот. И, в общем-то, у меня все. Вот эта предлагаемая модель очень хорошо дополняет расчеты по существующей модели и в некоторых местах позволяет уточнить уже просчитанную модель. Ну, список литературы, который приведен. Единственная большая разница, то, что расчеты по другим моделям и приведенные справочной литературы дают на границе ядра и мантии ускорение свободного падения равной вот этой величине 10,68. А по моим расчетам получается, ну, 14, почти полтора жены. В общем, у меня все. Если председательство еще и позволит, то вопрос. Нет, у меня, видите, нет расчетов температуры. А, давление. Ну, у меня речь идет о глубинах порядка 3000 километров, полрадиуса. А Кольская глубокая, ну, 12600, по-моему, она. Давление никто не мерил. То есть, тут, как говорится, и этот самый, булавочный укол рядом не лежал. Вот. Так, у вас вопросы? Нет? Нет, да. Так, у кого еще вопрос? Вот, еще заключение, совсем заключение. Хочу сказать, что в моих расчетах, в отличие от расчетов других авторов, нет никаких ссылок, нет никаких привлечений ни химсостава этого вещества, ни структурного состава этого вещества. То есть, вот эта методика, по-видимому, применима, как всем планетам земной группы. И сравнение, скажем, со структурами, полученными для Меркурия, Венеры, Марса, они, в принципе, совпадают с теми, которые получил я. Экспериментальные данные, полученные американцами по Луне, после того, как туда слетали, поставили спектрографы, эти, ну, сейсмографы поставили, и после сбрасывания на эту Луну отработавших ступеней ракет Сатурна и отработавших взлетных ступеней, из посадочных этих ступеней, тоже показали наличие у Луны ядра с подходящим, для моих расчетов, диаметром 800 километров при радиусе Луны 1700 километров. Так что, я думаю, что эта работа может иметь продолжение. Я думаю, так же он. Я самодеятельно занимался расчетом ядра, ну, структуры Солнца, потому что мне не нравилась модель, которая существует. У них, ну, неправильно все. Короче говоря, я не ухватил у вас момент, ведь там в Солнце я сам себе, ну, как бы сказать, многократно беру потяжелее, ну, в смысле, вещества сам там подавал много-много-много раз, как мне более вот из вашей, как вы, как бы, разделили, какое-то разделение произведение? Вы знаете, я планирую приехать через два года уже с моделью излучающего шара. У меня есть наработки по этому делу, там тоже все идет структурировано. Ну, если председатель даст мне возможность, я могу вам показать наработки для излучающего шара. Ну, а сколько вам времени сейчас нет? Я говорю, если председатель даст, если не даст, все. Нет, Сергей Николаевич. Со мной есть эти материалы, посвященные вот дальнейшим разработкам. Да, Сергей Николаевич, у меня к вам вопрос, можно? Да, что ты? Методологически. У вас тема доклада «Структура слоидского шара центральной симметрии». Да. Вы же нам сейчас показали пример геоида. Геоида. О форме земли не идет, геоид, ни о слое Махаровича, ни о коре, ни идет ли? Минуточку, минуточку. Я хочу задать вопрос. Учитывали ли форму земли, вот, сказалось ли она на ваших расчетах? Ну, посудите сами. Максимальная разность суши на земле, это составляет... Не суши. ...и врез 9 километров и впадина 11, то есть 20 километров. У меня расчеты от трех тысяч. Нет, вы берете ускорение, это ускорение на 57-й широте. Там же на экваторе ускорение и на полюсах различное. Вы взяли 9-8 там в своих расчетах, я заметил. Именно на 57-й, то есть устремленное. Устремленное. Так вот, я вам просто поделюсь маленьким секретом. Мы взяли, промоделировали форму шара, превратили Землю в идеальный шар. И что я скажу, у нас ускорение в любой точке этого идеального шара получится Пи квадрат. 9-8, да и так далее, и так далее. Ничего не имею против, раз у вас так получилось. У меня получилось подробнее. А? Случайное совпадение. Ну, я не... Нет, мы имеем только Землю в виду. Только Земле касалось. Нет, в самом начале у меня говорено, что шар рассматривается не вращающимся и идеально круглым. Хорошо, понял. Значит, введение там, трехосный эллипсоид, геоид, несет свои, конечно, поправки.